Как возникла идея проекта? Идея возникла не случайно, потому что мы просто сделали комбет, мы вернулись в Таиланд. Потому что мы до этого в Таиланде сняли еще две картины. Это тайский Ваш Степанович, испанский Ваш Степанович. Напоминаю, это в главных ролях Олейников, Полищук, Царство Небесное, Садальский, Лада Дэнс. Миша Галустян снялся у нас в полном метре, тогда впервые, еще до нашей Раши. И поэтому Таиланд является нашей одной из самых любимых стран. Моей, во всяком случае, стопроцентно, моя любимая страна на Юго-Востоке, планеты. Мне комфортно. Мне комфортно с людьми, которые там работают. Мне комфортно с группой, с принимающей стороной. Принимающей стороной была Лима Продакшн. Это очень классная компания, компания профессионалов, которые набили свою руку на голливудских фильмах и на голливудских проектах. В частности, они принимали участие в съемках фильма «Пляж» с Декаприева, если вы помните. Поэтому с ним было легко. Вообще, я люблю профессиональных людей, с профессиональными людьми гораздо легче, чем с непрофессиональными. Странная вещь, да? Поэтому мы вернулись в Таиланд. И я надеюсь, что это не последний, не крайний наш проект «Искатели приключений». Потому что у меня есть как минимум два сценария сейчас приключенческих, которые, я думаю, что можно воплотить в жизнь именно в Таиланде. Поэтому мы наверняка возвращаемся туда еще. Я люблю советскую классику. Я не знаю, может быть, я несколько консервативен. Но я люблю Гайдая. Я люблю ранние работы Павла Чухрая. Я люблю Данелию. Но это вполне естественно, наверное. Потому что я, когда был маленьким мальчиком, я рос на этих комедиях. Бриллиантовая рука, джентльмены, удачи и так далее, и так далее. Конечно, большое впечатление на меня в свое время оказал, наверное, фильм «Белое солнце в пустыне». Режиссера Мотыля, к сожалению, которого сейчас уже с нами нет, «Царство ему небесное». И я думаю, что это не случайно, наверное. Может быть, когда я восьмой раз уже посмотрел в своей жизни фильм «Белое солнце в пустыне», мне, может быть, тогда уже где-то захотелось как-то в будущее, может быть, принять участие в съемочном процессе в качестве актера, композитора. Я еще не знал слово «продюсер», но тем не менее. Таиланд – это вообще страна специфическая. И страна чужая. Снимать в чужой стране непросто. Я вам скажу, очень непросто. Потому что это и влажность, и жара, это огромное количество проблем в связи с тем, что у тайцев иногда «да» не означает «да», «нет» не означает «нет». Потом мы перемещались, у нас было очень много локейшн, поэтому в этих перемещениях, конечно, тоже было очень много проблем. А также, ну, приключения начались у нас на второй день, не знаю, потому что мы на второй день, когда прилетели в Таиланд, поняли, что нас ждут очень серьезные проблемы и приключения в связи с тем, что у нас отозвали лицензию. Объясняю, почему. Мы бумаги на лицензию на право съемочного процесса в стране Таиланд подали заранее, но нас, еще раз повторюсь, на второй день лишили право лицензии, потому что иногда в Таиланде происходят государственные перевороты. Как мы знаем, желтые повязки меняют оранжевые, оранжевые еще на какие-то. Значит, то военная хунта приходит к власти, то еще кто-то. Эти люди, которые приходят к власти, присягают королю, король у них небожитель, король всех прощает, и вот это новое правительство правит страной до следующего правительства, до следующего переворота, скажем так. И мы после очередного переворота, прошло немного времени, как раз и собрались снимать в Таиланде картину. Но мы же картину, это полный метр, это художественный фильм по оригинальному сценарию. А какой-то клерк, видимо, слегка подвыпивший или плохо себя чувствующий, я не знаю, написал бумагу в головной офис Министерства культуры в Таиланд, что русские едут снимать документальное кино. И там перестраховались еще следующие чиновники и взяли и лишили нас лицензии. Думая о том, что мы будем снимать какие-то жареные факты или, может быть, какие-то не очень им удобные, понимаете, и так далее. То есть включили цензуру. Но мы же homo советicus, мы же в воде не горим, понимаете, в огне не горим, в воде не тонем. Можно так сказать. Естественно, надо было что-то придумывать. И мы придумали. Я обратился к самому главному человеку, который в туристическом бизнесе, в районе Паттайи, в Сарапун. Он нам помог, он прекрасно понимает, для чего снимается много фильмов про Таиланд, и не только российских. Для того, чтобы еще раз подчеркнуть красоту Таиланда и подстегнуть туристический интерес. И поэтому он, естественно, сделал все возможное, что даже не имея лицензии, он дал нам двух дюжих парней, один из которых был полицейским. И вот с этими людьми мы очень подружились и прошли весь путь. Будете смеяться. Лицензию мы получили в предпоследний день съемок. Если бы мы стояли, то мы бы ничего не сняли. Я бы попал на все деньги, которые были потрачены на группу, на переезд, на проживание, на аппаратуру, оборудование и так далее. Понимаете, да? Ничего бы не сняло. Но, к счастью, мы умеем выходить из самых сложных ситуаций, из самых сложных положений. Мы вышли из ситуации, к счастью, и картина была снята. Значит, мы были в Таиланде два раза. У нас первая была поездка довольно длительная, около полутора месяцев. Потом мы приехали в Москву, собрали в черную. И потом увидели, где у нас белые и черные пятны, что нужно добавить, что нужно убавить. Мы еще раз вернулись в Таиланд на две недели и еще раз продолжили съемочный процесс. То есть вот такие мы упрямые, упорные ребята. Актерский состав очень интересен, действительно, это правда. Потому что у нас, я считаю, каждый на своем месте. Володя Зайцев великолепен в своей роли. Великолепен в своей роли в роли Сейфа Игорь Гаспарян. Первая тройка у нас тоже замечательные актеры. Лера Кудрявцева, Толя Пашини, Саша Ицко. Я считаю, каждый на своем месте. Я сыграл роль Бобби, американского контрабандиста. По-моему, очень неплохо, мне кажется. Моего двородного брата, который постоянно косячит из-за него. У нас постоянные проблемы сыграл Алекс Фармер. Который слегка, а иногда даже не слегка, а похож на Тарантино. И он очень много ролей сейчас играет именно иностранцев. Потому что у него специфическая внешность. Он тоже был на своем месте. Поэтому у нас, по-моему, с кастингом у нас все в порядке. Как мне кажется. Мы сняли фильм в 2D. Потом сделали конвертацию в 3D. Потому что законы бизнеса, законы сейчас проката таковы, что картина должна, как мне кажется, все-таки выходить во всех форматах. Она так и вышла. У нас в 3D, в 2D на цифре и в 2D на пленке. Некоторые кинотеатры попросили именно 2D-шный аналоговый вариант. И зрители этих кинотеатров увидят этот фильм на пленке. Я написал музыку для этого кино. Ну и, естественно, так как я генеральный продюсер, я из левого кармана генерального продюсера не клал деньги в правый карман композитора. Я делал это честно, бесплатно для генерального продюсера. Потому что я люблю генерального продюсера как композитора этого фильма. И написал, на самом деле, в 2 раза больше не все вошло в фильм. Потому что фильм не резиновый. Но это нормальный творческий процесс, нормальный рабочий процесс. кроме этого я пою еще четыре песни на английском языке в разных стилях в этом фильме так как я музыкант и композитор я очень тщательно работал на перезаписи и это делали мы на мосфильме в моей любимой 10 студии делали долбирование и сделали перед перезапись потому что звук для меня очень важен а вот я думаю что по звуку мы как бы наверно может быть выгодно отличаемся от многих других фильмов выбор группы чай вдвоем для исполнения и записи саундтрека не случайно потому что ну во первых мы дружим с целью леникова мы сняли очень много фильмов с ним всего участием да поэтому дружим с денисом клявером которые несмотря на то что он сын илья леникова является самостоятельной творческой единицы я считаю что он очень хороший композитор очень хороший артист и эта песня которая называет все моря и океаны в сетях по-моему и называет с тобой вот эта песня одна из лучших все таки в их репертуаре как мне кажется и мы сняли даже клип который многие видели наверняка на каналах музыкальных вот я думаю что эта песня тоже подчеркивает романтизм позитив этого фильма эта песня тоже на своем месте она титровая она является саундтреком и мне кажется она очень хорошо звучит мы рассчитываем конечно же и на молодежь в первую очередь у нас в общем-то молодежный формат в первую очередь но я считаю что фильм может понравиться различным слоям населения и различным возрастным слоям то что фильм по большому счету семейный в нем очень много юмора юмор нашей стране по моему любят долгие долгие годы и дай бог всем здоровья будут любить я думаю еще очень много лет то что без юмора в этой стране жить невозможно вот поэтому это же комедия причинческая комедия я надеюсь что фильм будут с удовольствием смотреть и семейные люди и молодежь и люди среднего возраста и может быть даже люди более пожилого возраста чем средний скажем мне бы этого хотелось я бы хотел чтобы мы посмотрели сейчас как будет у нас идти фильм и если будет все все хорошо и мы будем приняты и фильм найдет своего зрителя то я думаю что может быть мы сделаем вторую часть были мысли у нас сделать вторую часть искать приключения зрителям желаю хорошего настроения желаю чтобы этот фильм остался в их душе на долгие годы на долгое время потому что я считаю когда фильм хорошая по себе знаю то я говорю это называю это словом тащик то есть я возвращаюсь в своей памяти к этому фильму через не через может через неделю иногда через годы поэтому я думаю что фильм этот наверняка выйдет еще и на тв и многие те люди которые посмотрели его в кинотеатре может быть посмотрим потом его на тв а может и купят dvd мне бы тоже этого хотелось и если двери бы у многих зрителей занял свое почетное место на полочке то мне бы тоже этого очень хотелось потому что время от времени наверняка бы это dvd ставили бы в dvd проигрывать или смотрели этот фильм еще раз еще раз поэтому я хочу всем хорошего настроения хорошего просмотра и до новых встреч спасибо огромное за внимание спасибо